Озеро в состоянии застоя находится уже несколько десятилетий. Его мониторингом никто не занимается. На дне осадков скопилось более семи метров, что не странно. Сюда сливают стоки ливневые и канализационные. Для обитателей водоема это несовместимо с жизнью. Озеро Чан еще и главная тренировочная база для юных грибцов. Детям приходится находиться в этой воде. Честная организация не выдержала грязи и летом прошлого года вышла с благотворительной акции на очистку водоема. Причем с помощью современных технологий. В роли чистильщиков – бактерии. Потому что вот эти колобки, что сейчас бросили, это, можно сказать, первый вздох для этого озера. И две тонны М-препарата, которые залили, это благотворное действие. Эти бактерии – открытие японских ученых. В своей стране микроорганизмами они чистят уже даже моря. Вот эти колобки очищают дно водоемов, а раствор приводят в порядок воду. Но за одну процедуру добиться явных результатов невозможно. После акции специалисты на протяжении девяти месяцев проводили лабораторные исследования. Бредными веществами являются различные химические загрязнители. Это очень тяжелые металлы, фенолы и так далее. Вот по фенолам показатели были, это очень трудно утилизируемые в природных условиях. Вещество очень медленно разлагается. Бактерии способствуют ускорению этого процесса. И вот за этот период, который мы проверяли, и в воде, и в донных осадках количество фенолов практически уменьшилось на 49%. Это очень хороший показатель. Экологическая очистка таким способом заинтересовала и океанологический институт. Они провели свои исследования водоема до и после. Здесь вообще-то метана было достаточно много, потому что загрязнение существует и действительно его надо очищать. Но когда микробы, значит, первую неделю, то в воде появилось еще больше метана. Это говорит о том, что микробы начали работать, органику начали ее, так сказать, разлагать и метан образуется. Метан, углекислота, но он уходит в атмосферу. Эта акция на озере – большой вклад в экологию всего города. Здесь гуляют местные жители и тренируются юные грибцы. И все же, пока эти занятия назвать безопасными для здоровья сложно. Результаты биологической очистки есть, но малый, чтобы озеро Чан действительно стало чистым и прозрачным, понадобится еще лет 10, не одна тысяча таких колобков и денежных средств. А вот последнее как раз таки и затрудняет весь процесс. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.